Полностью укомплектованный автопарк и современное оборудование, составляющие на сегодняшний день арсенал Люберецкой теплосети, позволяют оперативно и в короткие сроки справиться с аварийной ситуацией. Нельзя зарекаться, что не будет аварий. Мы будем надеяться, что их не будет. Но если они будут, у меня задача такая. Я на протяжении последних 5-7 лет ставлю, даже если происходит авария, а они происходят, к сожалению, чтобы житель не заметил, что была авария. Владимиру Ружицкому была продемонстрирована работа специального устройства для моментальной состыковки пластиковых трубопроводов. Аппарат, позволяющий сваривать трубы, сделанный из разных металлов. Автопарк теплосети состоит из 4 машин для выездов аварийно-восстановительных бригад, 5 экскаваторов, 2 кранов и манипулятора. Глава с большим интересом осмотрел технику, а затем пообщался с работниками предприятия. Это важно, но это не главное. Главное есть коллектив. Вот коллектив за эти годы создан такой, я оцениваю, профессиональный, сплочённый. Для своевременного реагирования на возникающие нештатные ситуации на предприятии ведётся мониторинг работы центральных тепловых пунктов. А дежурный диспетчер круглосуточно принимает сигналы об авариях от жителей аварийно-диспетчерской службы и управляющих компаний. Можно сказать, что Люберецкая теплосеть полностью готова к ликвидации любой чрезвычайной ситуации. Мы постоянно оказываем помощь ещё и районам. Бывают крупные аварии. В Томилино оказывали помощь в прошлом году. В Латкарино оказывали помощь. В Октябрьском оказывали помощь. Ну и у меня родной ещё Красково, где я работал. Стараюсь им всем-всем-всем помочь. Если случится авария, предприятие имеет возможность сформировать четыре восстановительные бригады. Но и в спокойной обстановке на страже комфорта Люберчан круглосуточно стоят специалисты теплосети. У аварийно-восстановительных бригад очень много работы сейчас, летом. Мы стараемся все узкие места, которые мы знаем, которые предыдущей зимой, где были аварии, где мы ставили латки, мы стараемся эти трубопроводы, участки трубопроводов менять. И вот как мы отработаем летом, так мы будем отдыхать зимой. Проверка готовности люберецких предприятий к зиме будет продолжена. Ольга Щевелёва, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.